Всем привет, меня тут Юля, и в этом видео я хотела бы вам рассказать, каких людей вы встретите в американских школах, или может быть там в вашей стране тоже такие люди. И может быть мы будем одинаковыми, и люди у нас одинаковые, и я вам просто хочу рассказать и показать, какие тут люди хорошие и плохие. Так что давайте же ждём! Эти люди — это люди, которые знают всё, и они не только знают всё, они хотят учить всех, даже учителей. Это те люди, которые поднимают руку на все ответы, они всё знают, всё про всех и почему, они всё знают. И когда в школе танцы, все поют, танцуют, а они всё только «я знаю, я знаю, я знаю», потому что они всё знают на земле. Кто знает столицу Афганистана? «Ой, я знаю, я знаю, я это знаю». Дети, я хотела бы что-то добавить важное. Я вычитала, что у животных в клетках нервных тканей клеточная мембрана, она способна к обратимой деполяризации. На наружной поверхности клеточной мембраны животных клеток располагается великопротеиновый комплекс гликокаликс. И давайте я продолжу. Люди, которые у тебя будут занимать каждую вещь, которую у тебя есть в пенале, и в конце концов, пока у тебя пенал не будет пустым, и в конце дня они всё растирают и тебе никогда не дадут. «Эй, Юля, дай мне, пожалуйста, карандаш, и ручку, и линейку, и стёрку, и штрих, всё-всё-всё, это всё. И калькулятор, всё-всё-всё». Следующий вид девочек или людей — это которые будут ходить на шпильках, в каблуках или как куклы Барби. У них всегда будет прическа, их духи можно слышать за 3 километра от них. И также их спрей для волос, которыми они укладывают волосы, смешается с их духами и получается что-то ужасное. У них пенали. Вместо карандашей и ручек лежит подводка для глаз, помада и тушь. «Ой, мне кажется, что я с ней вообще что-то так пожалела свои духи». Ну вот сейчас вот здесь. А что вы смотрите? Я просто духарюсь. Карандаш? Сейчас посмотрим. Тебе нужен карандаш? А у меня нет карандаша, у меня только тушь. Да, сейчас посмотрю. Нет, карандаша у меня нету. А, вот карандаш. А тебе надо тем, которым писать. А, ну у меня такого нету, простите. Ой, давайте подкрасимся, уже звонок звенеет. Последний раз. Потому что красота должна быть первая. Ну всё, я готова. Ну и, конечно, есть и девочки, которые всё время ходят и прочитают, такие грустные, потому что у них нет парня. Все ходят по школе, у всех парни. А я одна хожу, никого у меня нет. Никто меня не любит. Вот я проживу всю жизнь одна. Заведу себе шесть кошек и так и буду жить. Ты же, Майкл, нравишься. Был, Майкл такой урод. Поэтому мне в этом году придётся остаться одной, одинокая. Хэштег forever alone. Никого у меня нету. Никто меня не любит. Следующий вид людей — это пацаны, которые будут играть в каждый вид спорта, который только есть в школе. Они будут очень хорошо играть, и каждая девчонка будет мечтать, может быть, он и есть мой Ромео. Как бы я хотела, чтобы он на меня посмотрел. Хотя бы одним глазом. Очень скоро. Но, конечно, эти пацаны знают, как они хорошо выглядят. И очень редко они с тобой заговорят. Потому что, эй, они лучше тебя. Ты не на ихнем левеле. Конечно, когда они проходят по улице, все девчонки смотрят на них. Я понимаю, что каждая девчонка хочет, чтобы я с ней поздоровался. Но не каждая заслуживает. Потому что я играю во все виды спорта, которые только есть в школе. Про меня вся школа знает. Потому что я самый популярный. У меня все самое лучшее в жизни. И удача просто на моей стороне. Я просто счастливчик. И я родился таким. У нас в Америке в школах можно есть на многих уроках. Некоторые люди жуют каждую секунду. Притом они чавкают, когда жуют. И это самое ужасное. Сегодня помидорчик с лобасусом. Смотрите, я с меня не ела. Ну вот и все. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Если вам понравилось, то ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Я буду делать видео каждую неделю. А также, если у вас есть вопросы про меня, или про Америку, или рекомендации для видео, оставляйте это все в комментариях. Я обязательно прочитаю и на все отвечу. Я увижу вас на следующем видео. Пока!